Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня поговорим на важную тему. В последние годы мы с вами все чаще говорим о пожарах. Да, пожар, к сожалению, происходит практически каждый день на территории нашей большой страны. Пожары уносят жизни людей. Но в последнее время все чаще мы говорим о лесных пожарах, которые начинаются, как правило, тоже из-за человеческого фактора, из-за непотушенного костра или из-за брошенного окурка. Потом это превращается в настоящее бедствие. И вспоминая 2010 год или вспоминая даже лето этого года, когда выходишь на улицу, и запах гари, который, оказывается, приходит к нам издалека и совсем уже другого российского региона. Но все пожары, к сожалению, как правило, начинаются, если это связано с человеком, именно с вот такого неумелого, мягко говоря, обращения с возможным огнем. О пожарах, о том, что происходит сейчас и о том, что осень на дворе, это значит, что все равно кто-то начнет, как говорят у нас, палить траву. Мы решили поговорить с заместителем начальника 16-го пожарно-спасательного отряда городского округа Люберца, майором внутренней службы Сергеем Сергеевичем Растворовым. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Ну вот, правда, что есть ощущение, глобально сначала такой вопрос, что вот эти лесные пожары по всей стране, и не только, кстати, у нас, потому что мы видим, что и в Европе очень много пожаров происходит из-за погоды. То есть, если раньше, например, кто-то окурок бросил, но оно погорело, дождик пошел и исчезло. А теперь дождя ждем иногда неделями. Это правда, тема лесных пожаров серьезная сегодня для вашей службы, для ваших коллег, которые работают вот и сейчас на ликвидации пожара? Ну, в принципе, да. На самом деле лесхоз хоть и должны производить тушение в лесах, но их недостаточно подразделений. Допустим, в нашем районе, в Люберецком, у нас имеется два лесхоза. Это один лесхоз Томилинский участок, и второй лесхоз – это участок, который относится к виноградовскому лесничеству. В одном – 3,5 тысячи гектаров, в другом – 1700. Но в обоих лесхозах подразделения, которые обслуживают данные участки леснические, подразделения, люди есть, а техника, которая должна производить тушение, она находится одна в Чехове, а остальные две – это в Оскресенском районе и в Раменском районе. То есть не так близко. То есть, правильно я понимаю, что раньше, когда не стояла проблема так вот жестко, как она почему-то стоит в последние годы, предполагалось, что если, не дай бог, начнется такой пожар, то можно из Чехова вызвать эту технику, и пока техника доедет, он так не разгорится, и мы успеем его потушить. Правильно я логику прошлого раскладываю или как? Ну, смотря какого прошлого. Если совсем глубокого прошлого, то раньше не было разделения. Сейчас тушение пожаров к лесничеству относится, в лесах именно. А раньше оно ложилось на пожарную охрану. То есть, в принципе, подразделения пожарной охраны Люберецкого гарнизона, как сейчас в реальности, получается, выезжают на тушение, так и раньше выезжали. Просто, так скажем, официальные подразделения, которые должны это производить тушение, они находятся одни в Чехове, другие в Раменском, в Воскресенском. Ну, я думаю, что в любом случае, и президент об этом говорил совсем недавно на совещании, наверняка будет претерпевать глобальная служба, я имею в виду именно по противопожарной, какие-то изменения, потому что мы видим, ну, или будут как-то территории разграничиваться, где вероятность таких пожаров, ну, все-таки велика, в связи с погодой, с какими-то условиями и так далее. Но мы вернемся к нашей реальной жизни. Слава богу, что вот в Московской области нет сейчас такой ситуации, как, скажем, у рязанских наших коллег. Что у нас с лесными пожарами вообще в последнее время? Бывают пожары эти? Ну, по статистике, в этом году лесных пожаров у нас зарегистрировано в нашем районе, в Люберецком пожарно-спасательном гарнизоне, зарегистрировано 6. В прошлом году 7. Если брать статистику с жилым фондом, ну, вообще обслуженной территории, то у нас в Люберецком пожарно-спасательном гарнизоне зарегистрировано пожаров вообще 427. По сравнению с прошлым годом 422. Ну, то есть цифры примерно бьются, то есть примерно одинаково. Ну, чуть-чуть рост есть, но вопрос не в этом. Ну, если сравнивать с лесными пожарами, то достаточно большая разница. То есть чем больше людей, тем больше пожаров. Это факт. Ну, вот давайте немножко поговорим о жилом фонде тоже коснемся, если у вас будет возможность сказать, как мы в последнее время себя хорошо видим. Мы же беседу эту ведем в профилактических целях. Правильно я понимаю, что у некоторых, скажем, телезрителей создается впечатление, что такая жара, что вот само по себе раз и загорелась. Такое бывает? Или все-таки те пожары, о которых вы говорите, те 6 пожаров, которые в этом году пока зарегистрированы лесные, что это все-таки человеческих рук дело? Могу, допустим, если брать вообще, как вы говорите, и историческую параллель, и нынешнюю, за весь период моей работы в пожарной охране, это до более 21 года, от, так скажем, природных явлений было всего 4 пожара. И все от грозы. От грозы попадания? Ну, то есть должен быть очаг возгорания? От такого, что сухостой, и именно поэтому произошло возгорание, не было. То есть был один случай еще в Челябинской области, когда оставили на Синокосе бутылку с водой, и там произошло возгорание. Но в основном статистика показывает, что человеческий фактор является причиной возгорания. Ну, кстати, бутылка с водой же тоже человеческий фактор. Хорошо. Причина возгорания. Значит, сколько себя помню, вот эти надписи, когда едешь на машине, даже только за город выезжаешь, или где там храните лес, там ведите себя культурно, мусор там и так далее, и тому подобное. Но шашлыки никто не отменял, а люди умудряются все равно находить места, и если, например, их откуда-то начинают, ну, скажем так, мягко говоря, просят, чтобы они там не находились, они находят новые места, ну, что с человеком не делая, он все равно стремится этот пожар почему-то создать. Вот вроде бы пытались и в больших городах даже внутри выделять зоны, и то люди, например, шашлыки сделали, и даже огонь не затушили и пошли. Вот это человеческий фактор. Получается, мы приходим к выводу, что, к сожалению, мы всегда вынуждены будем тушить пожары, которые все равно от людей происходят. Ну, в основном 94%. 94%. То есть, а в лесу, это вот, как я понимаю, это шашлыки и сигареты, это два основных, наверное? Нет, в лесу также идет заготовка. В нашем, в Люберецком гарнизоне, то это в основном, да, отдых людей, либо мимо проезжающей машины. А так, либо лесозаготовки, либо отдых, либо трассы, ближайшие участки. Как быстро, вот если, например, пожар начинается, ну, я понимаю, что сухостоит, или, например, степная часть, да, там, либо лесная, где быстрее этот пожар разгорается? И как на вашей, может быть, памяти, или ваших коллег, за сколько может вот шашлык, незатушенный огонь после шашлыка, к какому может привести площади пожара? Все зависит от того, что, насколько, так скажем, лес является разделенным. То есть... Ров вот этот песочный, да, когда через него огонь может не пройти, правильно? Видел ты его? Он не песочный, это, грубо говоря... Я же не специалист, как он называется, правильно? Это противопожарный барьер. В принципе, он может быть просто перепаханная земля, освобожденная от грунта. А кто определяет, где нужно перепахать, где нужно провести эту линию? Есть постановление правительства, есть по лесам, есть по пожарной охране, то есть по населенным пунктам. Если по лесам, постановление правительства 116.14, пожарной безопасности в лесах. И туда прям, вот если есть постановление, по этому адресу направляется техника, да? Нет, не по этому адресу. Там прописаны условия, по которым идет разграничение участков лесничества. А уже лесхоз определяет эти участки, где проводится культивирование вот этого, да? Ну, то есть специальная техника, это как бы делается... Нерализованную полосу, где проводят. А кто занимается этой техникой? Она принадлежит МЧС или это лесхоз? По лесам лесхоз. Вообще занимается собственник данного участка. То есть если есть в населенных пунктах садоводческие товарищества, это не будет же лесхоз проводить? А это входит в их, да, да. То есть это либо по кадастру идет, либо по землеотведению. Если это земли лесхоза, то производят обработку данного участка лесхоз. Хорошо. А что бы вы посоветовали? Вот есть люди, да, которые на отдыхе и вдруг упало что-то там и начало гореть, вот, да? Как надо себя вести в этот момент? Бросать все, убегать и пусть оно горит, что называется, лесом? Либо попытаться... А воды рядом может нет. Как тушить-то? Одежды, что ли, или как? Ну, вообще, на данный момент у нас, так скажем, губернатором правительства Московской области введен особый противопожарный режим. Так, то есть это уже нарушение? Да, грубо говоря, вход в леса запрещен вообще. Если уж все-таки вы как-то там увидели огонь и решили поучаствовать в тушении, это приветствуется. Но вопрос в том, что в первую очередь нужно сообщить по 112 в пожарную охрану, либо в лесхоз, это уже диспетчеры 112 сориентируются. А дальше уже производить, так скажем, помощь, допустим, встречу прибывающих подразделений. А полно, чтобы показать, да, где... Если вас больше, чем один человек, да, и все-таки хотите поучаствовать в тушении, то я не советую одеждой тушить. Можно, грубо говоря, если одежда синтетическая, получить ожоги, она просто очень... Но еще больше разгорится, я понял. Взять зеленые ветки и сметать огонь под углом. Тогда, ну, переворачивая ветку, тогда, может быть, и потушится. Но, в принципе, я еще раз говорю, в основном возгорание происходит не так, скажем, люди увидели и начинают тушить. Люди увидели, сообщили и стоят, снимают, ждут. А, снимают. Вместо того, чтобы, как раньше было, участвовать в тушении. То есть такие пользователи, не очень понимающие, что надо... Ну, что делать? Может быть, со временем как-то изменится эта ситуация. Сейчас сделаем небольшую паузу и поговорим о тех вариантах, когда люди траву у себя здесь где-нибудь на персональном участке пытаются сжечь. Да, у нас, сколько ни говоря, это продолжается. Напомню, что у нас в студии заместитель начальника 16-го пожарно-спасательного отряда городского округа Люберцы Сергей Растворов. Продолжим. Это программа «Открытый диалог». Говорим сегодня о пожарах, личной ответственности. Сергей Растворов, заместитель начальника 16-го пожарно-спасательного отряда городского округа Люберцы, майор внутренней службы, у нас находится в гостях. Правильно я же говорю, что сколько ни говоришь, что траву сжечь нельзя, а ее жгут? Правильно. В принципе, не только мы об этом говорим, экологи тоже самое говорят. Сжигание травы приводит к травлению воздуха, прежде всего, у того, кто им дышит рядом с этим костром. В первую очередь, к порче почвы. Своей же, там, где у тебя что-то может урожать. То есть, если весной производится сжигание травы, то обычно вся зелень, которая, в принципе, должна сходить весной, она обжигается, и она уже не растет. Растет колостепловый только после этого. А если осенью, более мягче переносит почва, но все равно получается, как какие-то растения уходят в зимнюю, а вы их выжигаете. Но это один момент. Второй момент. Грубо говоря, люди даже в случае, если производят сжигание на своем участке, очень часто сжигают не по, так скажем, даже себя не обезопасить. Чтобы произвести утилизацию, по-хорошему, в пожароопасный период вообще не сжигают. Ее утилизируют другим способом переработки. Допустим, в селостную яму. Либо, если это сухостой деревьев, то перерабатывают в щепу. Если у кого-то нет такой возможности, ну, в принципе, это можно сделать более лучший период. Как цивилизованным способом. Да, когда более влажно будет, когда дождь пройдет. После этого подготовить емкость металлическую на расстоянии 50 метров от здания, произвести загрузку в емкость, поставить рядом ведро с водой или, ну, лучше, конечно, огнетушитель, накрыть и не отходя от этого сжечь. У меня были случаи, когда человек поставил, вроде все сделал, поставил огнетушитель, поставил емкость, накрыл емкость, ну, сжигается. Он пошел собирать траву за домик. Пока он собирал траву, соседи его уже вызвали в пожарном подразделении, потому что у него дом загорелся. Искры полетели от бочки, так как он сделал вентиляцию в бочке. Полетели, попали у него на крышу. Дом загорелся, а он с другой стороны домика собирает траву. То есть, вот я, исходя из того, что вы говорите, то есть это прямо такие частые случаи. И что сегодня? Есть какое-то наказание за это? Почему люди не боятся? По-прежнему. Оно всегда было. Просто люди раньше в процессе, допустим, того же обучения в школе и выходили в леса, насколько вы помните, были такие случаи. А сейчас они выходят? Нет. Редко. Они максимум, если и выходят, то куда-то на экскурсии в музей. То есть там, когда вы ходили раньше в леса, допустим, меня в школе еще учили, что нужно полтора на полтора года снять слой земли. Дерна, да. Убрать его. Там обложить камушком и зажечь. Да, камушком точно. И чайничек кипятили. Котелок. После того, как произвели то, что нужно, ну, допустим, разогрев котелка или чайника, залить водой, подождать 20-30 минут. После только дерну обратно вернуть. Сейчас это кто из молодежи знает? Все спешат. Из молодежи никто не знает. Те, кто раньше с этим сталкивался, у них просто времени даже, наверное, до леса нету доехать. И он на дачах производит свое. То есть получается некая неграмотность, да, у нас населения? Я считаю, да. А что, какой штраф положен? Существенный? Может быть, просто не бояться. То есть люди-то наверняка догадываются, что делают что-то неправомерное. Но знаете, как иногда стоимость штрафа решает свои вопросы. Вот Москву же научили более-менее ездить по правилам. А ведь тоже когда-то машины стояли в два-три ряда. А теперь такого нет. Потому что прилетит. Ну, для того, чтобы налагать административные санкции, нужно доказать, что... Да, человек произвел правонарушение. То есть сам инспектор, грубо говоря, составит протокол, вызовет человека. Но, опять же, он будет наказан как физическое лицо. Это не достаточно большой штраф. Если увеличивать штраф, то, я думаю, будет, конечно, действенным, но не так сильно. Потому что с каждым человеком, с каждым отдыхающим, над каждым отдыхающим не поставишь инспектора. Их и так не хватает. Ни инспекторов, ни у нас. Хорошо. Может, тогда пойти другим путем. Я уже частично об этом говорил. Это даже, наверное, работа и не только МЧС, но, может быть, нескольких служб, может быть, специальную службу выделить, не знаю. Когда понятно, что к какому водоему или в каком месте много людей, ну, скажем, в Московской области все примерно знают, да, и когда люди отдыхают, там яблоку негде упасть, почти как в Сочи. И там уж, извините, я видел, что только там не варят и жарят и так далее. И даже можно приобрести за деньги, тут тебе продадут и все, и уголи все на свете. И, видимо, есть какие-то документы, а может быть, их и нет. Я сейчас говорю не конкретно про Люберецкий район, а вообще в Московской области, потому что он тоже здесь бывал где-то. Вот. Может быть, тогда как-то правильно выстроить эту локацию, чтобы человек знал, он приедет, может, заплатит какие-то деньги, будет оборудовано это место и так далее. Либо это не решит проблему, и люди будут все равно уезжать туда куда-то подальше в лес, все равно пожары будут встать. Или хотя бы чуть-чуть уменьшат. Я думаю, что возможно это частично уменьшить, но не на много, потому что в основном-то, как происходит, люди идут отдыхать сами, а не то, что им продадут. То есть они берут с собой определенные вещи. Мясо, как вы говорите, мангал. Если оборудовать место, тогда да, может быть, и поможет. Но много можно, конечно, попробовать это сделать. Но получится ли оно? Честно, не готов ответить. Скорее всего, незначительно. Все равно потом появятся те, кто захочет уехать подальше, чтобы никто не мешал, в леса, именно туда и так далее. Ну и последний вопрос, перед тем, как мы завершим, все-таки нечасто мы общаемся. Как у нас, вы сказали, что чуть-чуть число пожаров у нас увеличилось. Какие сейчас пожары в городском округе у нас чаще? От чего происходит? Причины пожара? Да. Ну, по причинам пожара в основном идет неисправность электропроводки и либо оборудование. То есть это тоже частично человеческий фактор. То есть электропроводка должна в определенное время либо меняться, либо испытываться. Ну, проверяться, да. Как часто дома проверяете? Она должна проверяться. Либо, если новый дом, то раз в 7 лет, если старый дом, раз в 3 года. Раз в 3 года, да, даже не знал. Ну, если вы сами проложили и уверены в проводке, это ваше дело, ваше частное дело. Да, но есть еще приборы, которые сейчас иногда непонятно из чего сделаны. Ну, вы сами вспомните, что старая проводка, ее даже когда подключаешь розетку, она сыпется. Да. Она с изолятор проводки, грубо говоря, в одном месте рассыпался, в другом месте зарассыпался, она закоротила. Из-за этого пожар. Следующая причина – это неосторожное обращение с огнем, в том числе курение, входит в этот фактор. По-прежнему курят в своих квартирах. Достаточно. Ну, или на балконе, да, сбросают с балкона. Но опять же, тогда получается, ну, невозможно же всех за руку-то поймать. Каждому в дом пожарный. Ну, это, я думаю, что достаточно качественно бы помогло, если бы это прошло в процессе воспитания. Ну, то есть, как обязательно такое условие. То есть, с первого класса прямо рассказывать, показывать, ходить не просто, да, в лес, а показывать, как это делается. Ну, в принципе, я не знаю, просто сейчас в рамках обучения на предмете ОБЖ, есть это или нет. У нас раньше было. Мы всей школой, всем классом выходили. Сейчас это я не знаю. Нет, у нас не было. У нас не было. Хотя я помню, что… Я только помню, у нас хорошо рассказывали про трубы. Какая должна быть длина трубы, чтобы выходящий из нее дым, ну, на население, скажем так, не реагировал. Ну, и давайте в завершение. Гибель на пожарах людей тоже ведь от незнания. Ну, например, в той же квартире, если начинается пожар, мы постоянно получаем новости, постоянно у нас новостная лента в этом плане приводится с жертвами и так далее. Это опять же от незнания того, как себя вести, если у тебя вот в соседней комнате там на кухне начался пожар, человек начинает паниковать, и вместо того, чтобы действовать правильно, он еще и сам погибает. Верно я говорю? В некоторых случаях, да, допустим, это когда не то, что он обнаружил пожар и не может выйти, а то, что в некоторых случаях люди возвращаются на место возгорания, там, забыли счеты. В этих случаях, да, считаю, что просто непонимание самой ситуации у людей. Но в основном, еще раз говорю, гибель происходит из-за неосторожного обращения с огнем, то есть уснули люди. И все. И все, и не проснулись. А за сколько может сгореть, ну, хрущевка двухкомнатная? Нет такой статистики? В зависимости от того, есть ли доступ к кислороду, то есть открытое окно или нет. Если с открытым окном, с нормальным доступом к кислороду, то, в принципе, квартира может выгореть от 3 до 15 минут. От 3 до 15 минут? В зависимости от нагрузки пожарной. То есть есть, так скажем, видеоэксперимент, хотите, могу потом вам предоставить его, где производили временной замер, сколько с открытыми окнами произойдет выгорание. Покурили, что называется, да. Но это, еще раз говорю, это, во-первых, зависит от пожарной нагрузки. И вот, да, открытых либо закрытых окна. Ну, в основном, если закрытые окна, тогда опасность не в том, что выгорит квартира, а в том, что задыхаются люди. Ну да, они просто могут отреагировать нормально. Дым, да, достаточно концентрация высокая, и люди просто не просыпаются. Ну что, мы завершаем нашу программу. Мы очень рассчитываем на то, что все-таки осенью будут дожди, и торфяники, которые тоже кое-где проснулись, что все-таки как-то нас это, участь сия менет. Вот, мы очень надеемся на то, что число все-таки будет уменьшаться. И третье, то, что важно мы выяснили в нашей беседе, наверное, надо действительно подумать об образовании, в котором человек должен элементарно, спокойно, сразу же, с первого класса понимать, что это такое. Ну, или у вас... Потому что я помню, что я, по-моему, он учился пользоваться этим огнетушителем, который висел, и все его в школе боялись. Где-то один раз мы что-то попробовали. Столько восторга было. Ну, им тоже надо уметь правильно подборожиться. Если он углекислотный, можно обморожение получить. А так, в принципе, это даже, наверное, скорее, не только образование, но и воспитание больше. Это зависит от... Не только учителей. У учителей нагрузка сейчас достаточно большая. Родители тоже. Вот так. Так что, уважаемые родители, услышьте нас. Заместитель начальника 16-го пожарно-спасательного отряда городского округа Люберцы, майор внутренней службы Сергей Растворов был гостем нашей сегодняшней программы. Вам успехов в работе, вашей сложной. Спасибо вам большое, что нашли время, пришли. Всем вашим коллегам удачи. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин